Добрый вечер, в эфире выпуск новостей на телеканале Катунь24. Меня зовут Егор Матаев. Прямо сейчас поговорим о главных темах. Стали известны окончательные результаты на выборах в Государственную Думу и Алтайское краевое законодательное собрание. Подробности в выпуске. Барнаульцы выбрали место для Стеллы – город трудовой доблести. Где ее установят? Расскажем через несколько минут. Проект «Мехутка» вместе с силовиками поддержали маленьких пациентов Краевого клинического центра охраны материнства и детства. Стали известны окончательные результаты выборов в Государственную Думу, явка на которой по всей России составила почти 52%. Лидеры на выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Алтайском крае Александр Прокопьев – Единая Россия, Мария Прусакова – КПРФ, Данил Бессарабов и Иван Лор – партия «Единая Россия». Так, «Единая Россия» набрала 49,83%, КПРФ – 18,94%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» за правду – 7,47%, а «Новые люди» – 5,33%. В Алтайском крае избирательная комиссия обработала протоколы и на выборах в Алтайское краевое законодательное собрание. В результате «Единая Россия» набрала 34,29%, КПРФ – 24,04%, ну а третье место заняла партия «Справедливая Россия» – 13,69%, «Коммунисты России» – 12,1%, ну а ЛДПР – 10,71%. Упустили одномандатные округа, но партийный бренд удержали. В региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги выборов депутатов Алтайского краевого законодательного собрания и Государственной думы. Если смотреть на результаты, то показатель за партийный бренд у нас в регионе достаточно неплохой, если сравнивать с другими субъектами Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа. Ну а в целом, конечно же, если вы видите тенденцию по одномандатным избирательным округам, то по многим победу удержали представители КПРФ. Но я уверен, что мы настроены на конструктивную работу и будем сотрудничать со всеми представителями в парламенте. Спасибо. А с чем связывает такой результат? Результаты выборов были неожиданными для партии. Как отметил Денис Голобородько, КПРФ стала главным котлом для протестного голосования. Отмечу, что в новый созыв ОКЗС войдут 5 партий. У «Единой России» 31 мандат, у КПРФ 24, «Справедливая Россия» 5, ЛДПР и «Коммунисты России» по 4 соответственно. «Проиграны были те округа, где у нас были новые кандидаты, которые, в принципе, не готовы были к такой вот острой политической борьбе. Или же кандидаты, которые посчитали, что они достаточно узнаваемы, достаточно много наук сделали и, в принципе, наверное, такой большой напряженной работы не проявляли. Поэтому это мнение ошибочно и еще раз подтверждает о том, что жители Алтайского края на сегодняшний день заявление, что я вам сделал вот это, сделал вот то, уже не играет. Это, в принципе, обязанность власти это делать». В региональном отделении партии считают, что поставленные перед регионом задачи по выборам в Госдуму выполнены. По трем одномандатным округам в нее проходят три представителя «Единой России», один от КПРФ. Другие моменты станут поводами для осмысления и принятия новых решений. В новом созыве АКЗС партия ожидает период притирки характеров. «У меня не хотелось бы видеть среди моих коллег чисто статистов, которые будут находиться в зале и не понимать, что происходит. Поэтому это не тот законодательный орган, который нам хотелось бы иметь. Ну и я всячески буду рад, если мы в качестве вот тех претендентов, которые видим от оппозиционных фракций, появятся именно те люди, которые будут нацелены не на решение своих политических амбиций, а именно на решение тех вопросов, которые стоят у нас перед краем». Стелу город трудовой доблести установят в Нагорном парке на верхней площадке с видом на реку Обь напротив улицы Гвардейской. Напомню, место для размещения выбирали почти 150 тысяч барнаульцев. Проголосовать мог каждый желающий на выборах с 17 по 19 сентября. За размещение Стелы в Нагорном парке проголосовали свыше 75 тысяч барнаульцев. Напомню, все варианты расположения Стелы власти предложили жителям города еще в начале июня этого года. А почетное звание «Город трудовой доблести» Барнаул получил еще в 2020 году по указу президента. И к другим темам. Сегодня 107 барнаульских зданий останутся без горячей воды. Отключение произойдет в 46 многоквартирных домах, одном частном, а также в двух детских садах, трех школах и нескольких медучреждениях Ленинского района. Подачу воды в СГК обещают возобновить завтра в 10.00. Кроме того, сегодня с 9.00 до полуночи ресурса не будет в 61 многоквартирном доме, 7 частных домах, детском саду, трех школах и двух медучреждениях краевой столицы. Отключение связано с ремонтом на теплосети. Около проспекта Ленина, 61. Напомню, сегодня в Барнауле начинается отопительный сезон. В сибирской генерирующей компании предупреждают, если отопления в доме не будет после включения горячей воды, необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Безработные Алтайского края могут бесплатно обучиться новой профессии. Кадровый центр работы России по специальной государственной программе содействия занятости населения предоставляет такую возможность всем желающим найти работу. Обучение длится не больше трех месяцев на базе алтайских университетов, колледжей и техникумов. За это время участникам предлагают освоить такие профессии, как электрик, сварщик, токарь, лифтер, крановщик, кондитер и другие. Все профессии, а их больше 60 в программе, считаются востребованными на рынке труда. Есть также возможность открыть собственное дело, да, и тоже порядка 35 граждан у нас уже изъявили такое желание, и 30 из них уже открыли собственное дело. С июля этого года, в связи с изменением законодательства, безработный гражданин не снимается с учета и сохраняет за собой право получения пособия. За этот год всего планируется обучить 400 безработных. На сегодняшний день обучение прошло больше 150. Они уже работают на предприятиях города. 13 миллионов рублей направят на восстановление бывшего здания кинотеатра «Родина». Еще в августе его начали переоборудовать под барнаульский планетарий. Внешний вид исторического здания останется без изменений, но внутри обновят интерьер. Кроме планетария, здесь оборудуют музей космонавтики, а также площадки для детского творчества. Ремонт завершат к концу сентября. Уже этой зимой этого года планетарий начнет работу. Напомню, решение о переносе планетария в здание кинотеатра было принято в 2019 году. Глава Краевого Минкульта Елена Безрукова в ходе пресс-конференции рассказала о главных культурных событиях осени, а также о том, как пройдут шукшинские дни на Алтае. С 27 сентября начинается шукшинская неделя, которая в этот раз у нас пройдет осенью в связи с переносом. Все мероприятия пройдут на закрытых площадках. То есть я напомню, что мы не проводим мероприятия на улице, возле памяти к шукшину, на пикете, в сростках и в связи с переносом, и в связи с запретом массовых мероприятий. Официальное открытие фестиваля состоится 28 сентября в Краевом театре драмы, а закрытие 1 октября в Бийском городском дворце культуры. Елена Безрукова рассказала и о других культурных событиях. На этой неделе начинаются наши обменные гастроли Алтайского драматического театра с Липецким драматическим театром, которому тоже 100 лет в этом году. То будет возможность, ну, впервые, наверное, в истории нашей познакомиться с театром из Липецка. С афишей всех мероприятий шукшинского фестиваля можно ознакомиться на сайте Краевого Минкульта. А подробнее узнать о программе к столетию театра драмы на его официальном сайте. Хмурый день стал светлее сегодня для маленьких пациентов Краевого клинического центра охраны материнства и детства. Краевые ведомства решили поддержать малышей и поучаствовать в проекте «Добрый силовик». Сотрудники Росгвардии переоделись в костюмы медвежат и спустились по тросу с крыши вдоль здания больницы. Пациенты со всего края находятся на длительном лечении в центре охраны материнства и детства. В отделении онкогематологии могут лежать от полугода до полутора лет. Некоторым детям не хватает внимания. Они долго не видят родителей. Мехутки за окном помогли малышам ненадолго забыть о болезни. Спуск здесь сложный, потому что здание старое, все ветхое. Самая проблема, где привязаться, за что привязаться. А так, в принципе, ребята подготовленные, со своей задачей справились. Акцию «Добрый силовик» придумал волонтерский проект «Мехутка». Он объединил сотрудников региональных ведомств, Следственный комитет Следственного управления России, прокуратуру и Росгвардию при поддержке СОБР. Силовики также подготовили подарки для детей – фруктовые корзины. Мы собрались здесь при поддержке волонтерского проекта «Мехутка», для того, чтобы передать им подарки, фрукты, для того, чтобы дети испытали какую-то определенную радость и почувствовали поддержку в лице всех. Ну и, соответственно, мы призываем всех, у кого есть такая возможность, тоже объединиться под эгидой добра и помочь детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. В Краевой столице прошел велопробег, посвященный Всероссийской неделе безопасности дорожного движения. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны, перед каждым пешеходным переходом снижайте скорость, потому что неожиданно на дороге всегда могут у нас появиться дети. В акции приняли участие 20 учеников 98-й школы. На велосипедах они проехали больше двух километров. В ходе велопробега дети обращались к водителям и пешеходам с просьбой соблюдать правила дорожного движения, а также раздавали информационные буклеты. Нужно следить за дорогой и уступать дорогу пешеходам. 14 алтайских художников пишут под открытым небом в селе Павловск. Это уже третий Бруновский пленэр, организованный художественным музеем Алтайского края. Павловским историко-художественным музеем и краевым отделением Союза художников России. Пленэр – это часть большого проекта. Бруновская палитра – это серия масштабных событий, посвященных памяти заслуженного художника России, уроженца села Павловск Геннадия Брунова. Сегодня у художников последний рабочий день. Завтра их ждет развеска от 23 сентября – открытие выставки в Павловском историко-художественном музее. Вся природа, вот эта пересеченная местность, где нет ровных улиц, где нет современного ничего, она всегда художника волнует. И поэтому мы здесь с удовольствием все работаем и хотим создать какие-то интересные произведения. Уже завтра в художественном музее Алтайского края начнется вторая всероссийская научно-практическая конференция «Творческая личность мастера и его роль в художественной культуре региона». В ней примут участие искусствоведы из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Иркутска, Бийска, Барнаула и других городов. Для гостей конференция запланирована посещение памятных мест Алтайского края, связанных с жизнью и творчеством Геннадия Брунова. И в конце выпуска поговорим о спорте. Алтайская спортсменка победила в чемпионате мира по гребле в заключительный день чемпионата мира, который проходил в Копенгагене с 16 по 19 сентября. Ирина Андреева – представительница Центра спортивной подготовки сборных команд региона. В паре с дальневосточником Иваном Штылем оказались лучшими среди смешанных пар в заездах каноэ на 200 метров. Ну а к этому часу у меня пока все. Как всегда, подведем итоги сегодняшнего дня ровно в 20.30 в прямом эфире на телеканале Катунь-24. Также напомню всем телезрителям, что эти и другие новости, увиденные в этом выпуске, вы всегда найдете на сайте katuny24.ru, в группах телеканала, в социальных сетях. Ну а с вами был Егор Матаев. Еще раз напомню, увидимся ровно в 20.30 в прямом эфире на Катунь-24. До встречи.